Гусеничный ЗРК «Стормер ХВМ» с убийственными ракетами «Старстрик». В 20-х числах июля 2022 года Британское министерство обороны сообщило о передаче Украине шести самоходных ракетных комплексов «Стормер ХВМ» и нескольких сотен ракет «Старстрик» для них. Буквально на следующий день на украинских ресурсах появились первые фотографии этой техники в зоне боевых действий. Официальные сообщения о боевом применении этой техники и ее ракет против российской авиации не поступают. Возможно это связано с тем, что уничтожение российских самолетов и вертолетов происходит исключительно над территорией, контролируемой правительством Украины. Россияне не имеют на руках доказательств применения «Старстриков», а украинцы по договоренности с Британией не спешат обнародовать эту информацию. «Стормер ХВМ» — ЗРК войсковой ПВО с установленными 8 ракетами «Старстрик», общий боекомплект, до 20 ракет. Изделие «Стормер ХВМ» представляет собой гусеничный самоходный ЗРК ближней зоны, предназначенный для использования в войсковой ПВО, он способен сопровождать войска на марше и в местах сосредоточения, находить и поражать воздушные цели разных типов. ЗРК построен на шасси серийного бронетранспортера «Стормер» разработки компании «Алвис». Это гусеничная машина с противопульной, противоосколочной броней. В передней части его корпуса помещен дизель мощностью 250 л.с., дающий высокие характеристики подвижности и проходимости. Основной объем корпуса, изначально являвшийся десантным отсеком, используется для размещения операторов и боекомплекта. На крыше «Стормер ХВМ» размещен зенитный боевой модуль. Это поворотное устройство с двумя качающимися блоками, на каждом из которых ставятся по 4 транспортно-пусковых контейнера ракет. Также на боевом модуле имеется оптико-электронная система с лазерным каналом для поиска целей управления ракетами. Управление модулем осуществляется дистанционно с рабочего места оператора внутри корпуса. Смотрите дальше. Дальше будет интересней. Подписывайтесь. Комментируйте. Ставьте лайки. И обязательно включите уведомления. ЗРК «Стормер» использует управляемые ракеты переносного комплекса «Старстрик». Такая ракета имеет длину 1,4 метра при диаметре 130 миллиметров и стартовой. Массе 14 килограммов. Ракета выполнена двухступенчатой. Первая ступень представляет собой твердотопливный двигатель для разгона до скорости порядка 4 махов. Вторая боевая ступень выполнена в виде трех отдельных боевых элементов с собственными системами наведения. Каждый такой элемент весит около 900 граммов и несет 450 граммов взрывчатого вещества. Используется наведение по принципу полета в луче. Автоматика комплекса подсвечивает цель, а ракеты или боевые элементы удерживаются в луче и поражают цель. Заявленная дальность стрельбы составляет 7 километров. Досягаемость по высоте – те же 7 километров. С технической точки зрения, британский ЗРК Stormer HVM является неплохим образцом своего класса. Он имеет некоторые положительные качества, способные повысить боевую эффективность, но при этом не лишен объективных недостатков. ЗРК построен на основе популярной за рубежом концепции, предусматривающей монтаж ракет на самоходном шасси. За счет этого повышается мобильность, увеличивается готовый к применению. Боекомплект – появляется возможность установить полноценную оптико-электронную систему и другие приборы управления. При этом сохраняются все характеристики ракеты, а также отпадает необходимость в разработке нового боеприпаса. Британский Stormer отличается высокой степенью автоматизации боевых систем. Также к положительным качествам можно отнести достаточно большой боекомплект – 8 ракет на пусковой установке и 8 внутри корпуса с возможностью быстрой перезарядки. Боевая машина имеет только оптические средства поиска и наведения. Это означает, что во время работы она не демаскирует себя сигналами РЛС и не выдает свое местоположение. Она может оставаться незаметной практически до момента пуска ракеты. Наведение по лазерному лучу отличается высокой помехозащищенностью. В отличие от переносного комплекса, боевая машина имеет автоматику для удержания лазерного луча на цели. Это сводит вероятность срыва наведения почти к нулю. Впрочем, с выбранными средствами поиска и наведения связаны основные недостатки ЗРК Stormer HVM. На машине имеется только один лазер, из-за чего можно одновременно обстреливать только одну цель. Наведение осуществляется только при условии прямой видимости цели. Дальность обнаружения, сопровождение и обстрела прямо зависит от погодных условий. То же касается и лазерного подсвета воздушной цели, а также приема луча приборами ракеты.